Особое мнение на 101FM О вчерашнем общении Игоря Васильева с журналистами Именно эту тему обсуждали прямо сейчас мои коллеги Говорили о том, зачем Игорь Васильев все-таки пошел в народ Вышел из информ-блокады Говорили об экономическом развитии Кирова накануне на встрече с журналистами Об авиакомпании «Победа» Вот мы с этого с вами начнем А дальше посмотрим, как видно будет Еще хочу городские проблемы обсудить Итак, Алексей, давайте, наверное, начнем с того Зачем вся эта история Игорю Васильеву нужна Потому что практически полтора года он возглавляет регион И все это время у журналистов было ощущение Как будто правительство области живет обособленно Очень закрыто в неком своем информационном пространстве А теперь губернатор стал выходить к журналистам Он стал с нами общаться Вот буквально месяц назад была встреча, которая прошла Ну, как-то так странно Но накануне была новая встреча, которая прошла более успешно В плане открытости, в плане услышать друг друга И, в принципе, и журналисты довольны И, насколько я понимаю, и губернатор доволен Так вот, собственно, а что такого произошло, что Игорь Владимирович Решил с нами пообщаться наконец-то Ну, если поднимать этот вопрос, то, на мой взгляд Я неоднократно об этом говорил Власть должна быть всегда публичной и всегда открытой Нельзя создавать информационные поводы И общаться с прессой исключительно пресс-релизами Необходимы комментарии, так называемые, от первого лица Это первое А второе, мне кажется, что губернатор лишился приставки в Рио 10 сентября Поэтому, скажем так, все свои силы стал тратить и на формирование внешней повестки То есть показывает свою открытость, свою публичность И высказывает свою точку зрения публично Это моё субъективное точка зрения Это второе Что касается вот такого постоянного общения с прессой То кто как общается Есть губернаторы, которые постоянно находятся в социальных сетях Которые доступны онлайн 24 часа И любой житель региона может задать вопрос губернатору Либо главе администрации города Какой-то вопрос и получить на него онлайн ответ Такие тоже есть губернаторы В нашем случае речь идёт скорее о, скажем так, информации постфактум То есть когда что-то свершилось или какой-то появился план И тогда постфактум в информационное поле начинают, скажем так, запускаться вот эти идеи И через журналистов, через прессу Но это тоже определённый стиль общения Его не надо критиковать Но и мне кажется, что открытость должна быть ещё более масштабной У действующего областной власти Потому что никаких подковёрных решений, подковёрных интриг Киров не терпит Как вятку называют лесной Византией У нас такие номера не проходят Поэтому власть должна быть открытая Что городская, что областная Так, я сейчас услышала в ваших словах, Алексей Нас используют? На кого это нас? Журналистов А, журналистов Не то чтобы используют Почему используют? Власть через журналистов транслирует свои мнения Свою позицию по тем или иным региональным вопросам Это не использование Это в том числе и прямая функция средств массовой информации Это трансляция каких-то комментариев, каких-то инициатив В том числе и действующей власти Ну вот вы говорите про постфактам Про выдачу в эфир уже принятых решений А как же концессия? Которая, кстати, вчера тоже обсуждалась Вот вы знаете, насчёт концессии Это отдельный разговор Действительно очень дискуссионный вопрос Этот вопрос мы поднимали ещё На городской думе пятого созыва А у нас 40 минут с вами впереди Неоднократно поднимался этот вопрос Потому что здесь полка о двух концах Первое, что коммунальное хозяйство города Находится в крайне неудовлетворительном состоянии Горячее водоснабжение, отопление, канализация особенно Находится в таком состоянии, что износ на некоторых участках достигает 90-92% Я думаю, эти цифры говорят сами о себе Либо в этом случае надо принимать кардинальные меры И вкладывать серьёзное капиталовложение в капитальный ремонт этих коммуникаций Либо ждать, когда всё это прорвёт И надеяться на то, что у нас возникнет чрезвычайная ситуация И откуда-то из федерального центра упадут нам деньги на закрытие этой чрезвычайной ситуации Так вот, это первый вариант А второй вариант – это концессионное соглашение Которое позволяет концессионарию использовать вот эти коммуникации Для своих нужд, для получения прибыли Естественно, энергетики и пауты плюс Ну а нам всем на это дружненько скинуться Они будут получать из этого прибыль, безусловно Но в рамках концессионного соглашения они имеют право капитально ремонтировать эти объекты, которые находятся у них в концессии Сейчас они в основном занимаются аварийным ремонтом коммуникаций, что приводит к таким результатам Про плюсы, минусы концессии все уже много поговорили и буквально в каждом СМИ это присутствует сейчас Я имела в виду другое, когда задала этот вопрос Что решение по концессии еще не принято, но вчера оно уже обсуждалось на встрече губернатора с журналистами Ну то есть как бы не все решения транслируются по факту Я вот об этом Вот если мы говорим о концессионном соглашении по коммуникациям кировским То слово концессия можно применить и в другом вопросе Концессия или консенсус необходимо находить с общественностью Когда средства массовой информации, общественные активисты, просто инициативные горожане Имеют право обсуждать и предлагать какие-либо решения для действующей власти На сегодняшний день таких площадок ни в городе, ни в области нет Ну и то есть вчера как раз вот это произошло Это может быть один из элементов какой-то публичной дискуссии, какого-то обсуждения Но насколько я понимаю, вчерашняя встреча, она носила авторитарный характер То есть была преподнесена информация только с одной стороны Журналисты не высказывали свою точку зрения А вот вы знаете, сейчас в эфире была Елена Жолобова, журналист портала «Свой Кировский» Которая порадовалась, что журналистам удалось навязать губернатору свою собственную повестку То есть поговорить не только о том, что интересно правительству, но и о том, что интересно нам Ну если таких целей удалось достигнуть, то я только рад Вопрос заключается в том, что навязать повестку, либо навязать свое предложение Которое было где-то каким-то публичным консенсусом достигнут Ну это понятно, что две большие разницы, но это, наверное, уже тоже успех Учитывая, что до этого правительство с журналистами просто даже не разговаривало В лучшем случае общалось путем пресс-релизов Пресс-релизов, да, односторонний канал связи был настроен Ну вот хорошо, Алексей, одна минута у нас с вами до эфира Коротко попрошу ответить Не связываете ли вы выход Игоря Владимировича в паблик с новой командой? У него теперь новый помощник по взаимодействию со СМИ Это Яна Юрьевна Страузова, которая очень долго и успешно проработала с Быковым Может быть в этом причина, что все-таки Игорь Владимирович пошел в паблик? Ну, честно говоря, это не совсем не вопрос, потому что он мне не совсем интересен Это во-первых А во-вторых, я уже сбился со счета, сколько человек и кадров поменялось в областном правительстве В тех или иных министерствах, на тех или иных должностях Поэтому следить за какими-то тенденциями, за какой-то линией поведения Я уже сбился со счет Алексей, никогда я не поверю этим словам Вы политический деятель теперь Вот извините, но я не верю Ну, придется, наверное, поверить Потому что, ну, действительно, слишком много кадровых перестановок произошло И в сером доме, и в белом доме Поэтому какие-то тенденции я прослеживать уже не могу Вот на этом я предлагаю прерваться Это Алексей Кузьмин, депутат Городской Думы Пятого Созыва И руководитель штаба Ксении Собчак в Кировской области Буквально через минуту продолжим Особое мнение на 101FM Возвращаемся в эфир Особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской Городской Думы Пятого Созыва Политического деятеля Мы говорили в первой части программы о том, что губернатор Игорь Васильев Ну, начал открываться средством массовой информации Журналистам, начал с нами общаться Вот знаете, Алексей, какую я мысль еще поймала вашу в первой части нашей программы Вы сказали, что эта открытость, она как бы не до конца открытость И должна быть еще более Не хочу говорить слово открытый, но оно просится на язык Что для этого нужно сделать? Твиттер завести и отвечать там? Да не обязательно твиттер Речь не только о социальных сетях Речь об общественном взаимодействии У нас есть институты общественных советов При министерствах При каждом министерстве практически существует общественный совет Вот если реанимировать вот такой дискуссионный подход Дискуссионный подход и создавать вот эти дискуссионные площадки Неформально, как они сейчас существуют То есть там люди числятся Раз в три месяца, наверное, там проходят какие-то заседания По повестке Отчитываются 15 минут И общественный совет на этом закончен Ну, конечно, не везде действительно где-то проходят публичные дискуссии Но во многих вот этих институтах именно так и происходит Так вот, если реанимировать вот эти общественные институты То, мне кажется, дискуссия может получиться правильной Любые парламенты являются местом для дискуссии Что Городская дума, что областное заксобрание Но мы прекрасно видим, что происходит в областном заксобрании Что дискуссия там с каждым днём сводится на нет Там сокращаются выступления у депутатов Постоянно существуют какие-то ограничения Регламентные поправки и так далее, и так далее То же самое в Городской думе Мне кажется, Городская дума шестого созыва Она менее публичная, менее дискуссионная Нежели дума этого же пятого созыва Ну, это моё предположение Просто вас там больше нет, Алексей Да не потому что меня нет Потому что дискуссий, мне кажется, стало меньше Стало слишком много лоббизма Появился сильный лоббизм Да бог с вами, стало? Стало много лоббизма? Появилось больше, я сказал, появилось больше Значит, люди представляют крупные промышленные финансовые предприятия И через Городскую думу начинают решать свои Какие-то экономические проблемы И экономические вопросы Мне кажется, дума должна бы состоять из депутатов Которые знают общественную повестку Знают коммунальные проблемы, городские проблемы И пытаются воздействовать на городскую власть На городскую администрацию, чтобы эти проблемы решать Ну, это мне так кажется Ну, это не критика в адрес городской думы Это всего лишь мое стороннее замечание Ну, я не знаю, Алексей Мне кажется, что так всегда было И всегда там большинство депутатов городской думы Состояли в финансово-промышленных группах И каким-то образом лоббировали свои интересы Либо интересы этих финансово-промышленных групп И, собственно, ничего из ряда вон выходящего Ну, то есть ничего нового не произошло Ну, так не должно быть Ну, так есть Мы с этим живем И в данном случае, наверное, мы с этим ничего не можем сделать Ну, почему не можем сделать? Мы это можем сделать на выборах Но выборы показали Но выборы-то прошли Чего хотят наши горожане Да, и Кузьмин, который ножками протопал Сколько там? Три тысячи квартир? Две тысячи квартир? Да, несколько Да, три тысячи квартир Ну, не суть важна Я не за себя хлопочу Я говорю о том, что Жители сами выбрали такую власть Которую они считают для себя нужной Ну, вот эта власть сейчас занимается проблемами Своими Видимо, ту, которую они заслуживают Я так не говорил Это был мой комментарий Я понял Алексей, давайте еще коротко поговорим про Победу Я сейчас имею в виду авиакомпанию Победа Спасибо Елене Шмулевич за то, что накануне на встрече с губернатором Она все-таки задала этот вопрос И все-таки получила на него ответ Потому что это тоже требует известной настойчивости И, ну, кроме недовольства, да, что все время муссируется эта тема Ей было сказано, что будут искать пути удешевления авиабилетов Вот вы, во-первых, считаете ли вы ошибкой уход Победы, это раз А во-вторых, вот лично вы со своей колокольней Какие пути удешевления авиабилетов сейчас видите? Безусловно, авиапереводчик Победа Являлся Являлся палочкой, выручалочкой для многих Кто часто по рабочим вопросам По личным, по семейным вопросам Путешествует по нашей стране Летает в Москву, Санкт-Петербург Значит, цена билета этой авиакомпании Была действительно очень низкой, она привлекала огромное количество кировчан И все мы знаем, что можно было в Москву абсолютно легко слетать за тысячу рублей 999 рублей И это считалось нормальным Была полная загрузка авиалайнеров Люди могли съездить на сутки по рабочим вопросам в Москву Вечером приехать в Киров И это было абсолютно нормально Бизнес развивался Люди попадали в свои семьи И встречались чаще со своими родственниками Друзьями и знакомыми Сегодня, когда мы приходим в Кировский аэропорт И видим те цены на авиабилеты В ту же в Москву, в Санкт-Петербург Мягко говоря, они кусаются А, грубо говоря, они не по карману большинству кировчан Но тем, кто летает за свои собственные деньги Ну, естественно, не командировочные за бюджетные деньги А действительно из своего кармана Кто покупает эти авиабилеты и едет либо в командировку, либо к своим родственникам Я знаю очень много примеров, когда бабушки, пенсионеры Имели возможность в Петербург слетать к своим родственникам И они делали это часто, потому что стоимость авиабилета была действительно им по карману Сейчас эти же самые пенсионеры, они совершенно не могут слетать в другие города Они вынуждены ехать на поезде А многие на поезде, например, по состоянию здоровья не могут путешествовать Поэтому здесь полка о двух концах Мы сэкономили бюджетные рубли определенные Те преференции, которые давали авиакомпании Победа Но тем самым мы сделали негатив для, мне кажется, очень большой части кировчан И очень многие были недовольны этой ситуацией Что делать сейчас? Фраза о том, что нам надо искать пути решения из этого вопроса Искать возможность удешевления билетов Фраза хорошая, фраза наталкивает на мысль, что действительно работа в этом направлении будет вестись Но нет никакой конкретики Нет сроков Нет авиакомпаний, которые будут привлекаться Нет предположительной стоимости авиабилетов Пока это слова Это всего лишь слова Сказанные публично Сказанные для того, чтобы обозначить то, что работа в данном направлении ведется Но для кировчан-то легче от этого не стало Они перестали путешествовать Перестали чаще летать в командировке Вы знаете, вот я позволю себе такую ремарку Буквально на прошлой неделе смотрели билеты из Москвы в Киров на 29 декабря На вятку Знаете, сколько стоит билет в купе? 8 тысяч рублей 7-8, да А билет в плацкарт, по-моему, что-то около 4 Вот еще один вопрос хочу задать Связанный с транспортной доступностью нашего региона Как вы считаете, сейчас в правительстве поняли, что уход победы это была колоссальная ошибка или нет? Ну, судя по последним заявлениям, мне кажется, что это не считают ошибкой Это не считают ошибкой и прилагают все усилия для того, чтобы договориться с другими авиакомпаниями Но с той же победой, мне кажется, дискуссия прекратилась в тот момент, когда разорвали договор Как вы считаете, поедет ли сейчас кто-то от нас заново в победу договариваться? Не знаю, это на вопрос адресовать в серый дом Хорошо Так, что еще мы тут с вами хотели обсудить? А, в первом часе, с 12 до часу, когда мои коллеги обсуждали разговор губернатора с журналистами У нас тут был интересный опрос Верите ли вы в то, что Кировская область станет привлекательна для инвесторов? Большая часть ответила, нет, не верим Я хочу этот вопрос вам адресовать Верите ли вы в это? Ну, если ни во что не верить, можно и не жить, это первое А второе Можно в Бога верить, Алексей Можно в кого угодно и во что угодно верить И я тоже верю, что Кировская область рано или поздно у нее появится своя белая полоса Инвестиционная привлекательность станет зашкаливать Иностранные и российские инвесторы будут массово вкладывать свои миллиарды в производственные предприятия на территории Кировской области Я во все это верю И мало того, что верю, считаю, что действующие власти, областные, городские, должны прилагать все усилия для этого Но, вы знаете, приезжал не так давно по Белгородской области Там висел билборд информационный, ну, естественно, от правительства Белгородской области На котором сказано, что инвестиции в Белгородскую область в 2016 году составили 272 миллиарда рублей А в Кировской области? А в Кировской области, вот последняя, по-моему, цифра, если я не ошибаюсь Ну, правда, она за, ну, по-моему, за 16-й год, по-моему, 37 миллиардов рублей То есть мы здесь говорим о том, что Белгородская область, она ничем выдающимся не отличается Там сельское хозяйство У нее нет колоссальных природных ископаемых Она не находится на супертранзитной зоне между торговыми путями У нее нет морского порта Но Белгородщина или Калужская область, они отличаются своей суперинвестиционной привлекательностью И по темпам развития промпроизводства опережают даже Подмосковье По последним цифрам, там, Калуга опережает Подмосковье Это о чем говорит? О том, что региональный менеджмент в этих регионах Показал свою эффективность, компетентность и способность добиваться инвестиционной привлекательности Как они это делают? Ну, мне кажется, вы знаете, у нас чиновники любят, очень любят термин такой Обмениваться опытом Когда массовая делегация, человек 100 на авиакомпании, на самолете Куда-то вылетает Ну, в общем, мыли перекладных Да, куда-то вылетает и обменивается опытом Либо с каким-то иностранным правительством, либо с соседним регионом Так вот, мне кажется, стоит обменяться опытом с Белогородской, либо с Калужской областью Как там устроена инвестиционная работа, инвестиционный менеджмент Какие организации этим занимаются, как они это добиваются и так далее Мне кажется, что инвесторов можно и в Кировскую область привлекать В общем, обменяться опытом, спросить, как они там, на Белгородчине, в Калужской области это делают Все верно Я сейчас предлагаю прерваться Это Алексей Кузьмин, депутат Городской Думы Пятого Созыва Буквально на пару минут прервемся на рекламу и очень скоро вернемся в студию Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир Это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской Городской Думы Пятого Созыва Общественного деятеля Меня все так же зовут Юлия Афанасьева Алексей, мы с вами закончили первую часть программы На инвестиционной привлекательности Кировской области Можете ли вы обозначить три тезиса, вот на ваш взгляд Что нужно сделать, чтобы Кировская область стала более привлекательна для инвесторов? Ну если я совершенно тезисно, потому что эту тему можно муссировать сколько угодно долго И не раз проводились и публичные дискуссии по этому вопросу Но что касается моего личного мнения по этому поводу То первое, это упрощение процедуры согласований и разрешений на ввод промышленных и складских предприятий О чем идет речь? Когда инвестор заходит в регион, одним из первых он оценивает уровень покупательской способности населения Второе, это транспортная и логистическая инфраструктура И третье, это степень открытости, степень свободы ведения бизнеса И открытия бизнеса Так вот, мне кажется, в третьем вопросе, в третьем плане у нас не так все радужно У нас постоянно какие-то земельные вопросы, препоны, какие-то разрешения постоянно Вот здесь областной власти работать и работать Потому что инвестор сейчас ленивый Он не будет вкладывать деньги в тяжелый регион И пытаться оттуда с горем пополам доставать эти деньги назад Он будет вкладывать в те регионы, которые максимально облегчают его деятельность Это создание бизнеса, ведение бизнеса и расширение развития бизнеса Это первое Второе, значит, Кировская область является отличным транспортным узлом Все мы знаем, что и железнодорожные ветки, и федеральные автомобильные трассы через нас проходят Да, мы на Транссибе В том числе Поэтому этот фактор, инфраструктурный транспортный фактор нужно использовать по полной Тем более, ранее областную дорогу, которую Нижний Новгород-Пермь сейчас передали федеральное ведомство Соответственно, за ней будет особый уход, особые инвестиции в капитальный и в текущий ремонт Соответственно, дорога будет в хорошем состоянии Она и так уже в более-менее приличном состоянии А в следующем году, как меня заверил руководитель ФКУ Прикамье Она будет в очень хорошем состоянии И транспорт, и грузовой, и легковой будут ходить по ней отлично Так вот, этим надо пользоваться Эти плюсы и бонусы надо использовать И областная власть должна сделать на этом ставку Что привлекать инвесторов нашей транспортной привлекательностью Привет авиакомпании Победа В том числе Третья Ну и третья Я всегда говорил о том, что областная власть Кто бы ее не представлял, кто бы не был руководителем На мой взгляд Достаточно большое количество времени руководитель должен проводить в Москве В московских кабинетах, в ведомствах на старой площади, в министерствах, в кабинетах Оббивать пороги, предлагать программы развития, инвестиционные карты и так далее Кировская область настолько дотационный регион Что без помощи и без поддержки из федерального центра нам просто попросту не выжить У нас бюджет настолько дырявый, что постоянно приходится изыскивать федеральное финансирование Так вот, руководитель должен все пороги оптоптать в Москве Для того, чтобы каким образом, как угодно упрашивать, вымаливать, предлагать, изыскивать Но привлекать в том числе федеральные деньги Если будут привлекаться федеральные деньги, частный бизнес-инвестор найдется Эта формула, она работает везде И те регионы, которые способны привлекать федеральное бюджетное финансирование Они в это же время очень легко привлекают и частное финансирование В общем, всеми правдами и неправдами привлекать федеральные деньги в регион Все верно Хорошо, Алексей, я вот хочу вас попросить прокомментировать проект «Миллион тонн молока» Об этом снова говорилось вчера Игорь Владимирович считает, что производство молока является для Кировской области точкой роста Что мы и сейчас находимся на ведущих позициях в стране Но можем стать еще более заметными Ну вот, соответственно, этот проект «Миллион тонн молока» Насколько это реально, первый вопрос к вам? И второй вопрос, ну, насколько это то, на чем стоит действительно, на что стоит делать ставку? Вы знаете, я в данном случае полностью согласен с мнением Игоря Васильева По молочному вопросу, действительно, молоко многие называют белой нефтью И Кировская область может сделать ставку на этом продукте Потому что животноводческий комплекс региона достаточно мощный Он имеет колоссальный опыт И он может развиваться и развиваться Проект «Миллион тонн молока» Я считаю очень перспективным, очень интересным Но многие производители, с кем мне удалось пообщаться по этому вопросу Говорят о том, что примерные инвестиции по этому проекту Они уже просчитаны, они их знают Так вот, необходимо 3-5 миллиарда в год Государственных либо региональных субсидий Для того, чтобы в течение 3-5 лет, для того, чтобы эту программу, этот проект выполнять 3-5 миллиарда в год каждый год в течение 3-5 лет 3-5 лет, чтобы эту программу выполнять Во всю отрасль или в какое-то конкретное предприятие? Ну, я думаю, будет неправильно, если будут вкладываться Нет, я имею в виду, это цифры по одному предприятию Это по всему региону Это по всему региону, они, естественно, скажем так, не совсем точны Они приблизительно в рамках Ну, палец-полпотолок Ну, имеется в виду в рамках тех компетенций, которые есть у людей Но, тем не менее, эти цифры были озвучены Есть такие финансы у Кировской области? Я думаю, что сейчас нет Сейчас настолько тяжелая экономическая ситуация Бюджетная ситуация, что выделять 3-5 миллиардов сверх субсидий На поддержку сельского хозяйства Я не думаю, что область найдет Безусловным выходом в решении этого проекта является, естественно, участие в федеральных каких-либо программах Мы возвращаемся к тому, о чем говорили Ехать в Москву, обивать пороги Я об этом и говорю Что если область будет усиленно и активно включаться в федеральные программы По этому проекту То этот проект имеет право быть И мне кажется, это может стать в том числе и золотой жилой нашего региона Почему бы нет? Потому что здесь и сырье, здесь и переработка, здесь и сбыт И деньги будут оседать в нашей Кировской области Это налогооблагаемая база, это новые рабочие места Этот проект должен получиться успешным Но надо прилагать слишком много усилий и очень много для этого сделать Чего я желаю областным властям Так, хорошо, я вас поняла У нас 5 минут с вами осталось до конца Я думаю, как раз это время мы используем для того, чтобы обсудить новость Которая буквально со страниц всех средств массовой информации В последние два дня налипает на сетчатку глаза Это история о том, что вы возглавили штаб Ксении Собчак в Кировской области Ну, собственно, не могу не задать вам вопрос Какие конкретно позиции Ксении Собчак вы разделяете, что вы на это согласились Либо позиции здесь ни при чем, это коммерческий проект Вы знаете, главная задача, которая стоит перед Кировским штабом Это сбор 2500 подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Собственно, эта главная задача, по сути, это единственная задача на сегодняшний день И так как и я, и моя команда, которая работает со мной уже долгие годы В рамках избирательных кампаний Мы имеем колоссальный опыт, в том числе и по сбору вот этих подписных листов Поэтому, скорее всего, именно поэтому ко мне и обратились Чтобы помочь собрать эти подписи То есть для вас вот это не по любви? Это проект, это проект, в том числе, я и не скрываю это Он будет оплачиваться, он будет финансироваться в рамках действующего законодательства Со счета избирательного объединения Поэтому в этом нет никаких секретов Я не вижу в этом никакой крамолы Многие начинают обсуждать, что я якобы ушел из справедливой России Хлопнул дверью И будет топить за Собчак Да, ничего такого не произошло Никакую партию я не поменял Это проект Я стал руководителем этого проекта Справедливая Россия Я ее как поддерживал, так и буду поддерживать Единственное, просто я на всякий случай уточнял информацию Насчет выдвижения руководителя Справедливой России Миронова В кандидата к президенту Как меня заверяют Не знаю, насколько компетентны мои источники То, что этого кандидата не будет И поэтому ничего не... То есть вы хотите сказать, конфликта интересов у вас в этом плане нет? В этом плане нет, ничего крамольного в этом не вижу Это проект И хотел бы призвать, скажем так, тех людей, которые об этом говорят Об этом публикуют свои материалы Что не ищите ничего крамольного Никаких серых и черных кошек в темных комнатах здесь нет Поэтому это нормально Будем работать, будем выполнять сбор подписей То есть это главная задача Этим будем заниматься И вся моя команда Хорошо, Ксения Анатольевна в Киров приедет? Этот вопрос сейчас обсуждается Но пока не буду отвечать на этот вопрос Потому что слишком много согласований по этим приездам Потому что вы, может быть, читаете федеральные ленты Как она приезжает в регионы на открытие штабов Какие провокации там случаются Как не пускают, какие палки в колеса вставляют Поэтому слишком много согласований Поэтому не буду анонсировать ее приезд Но, возможно, да, она приедет в Киров Киров вообще, ну вот, как регион для кандидатов в президенты интересен Стоит ли в него, ну, вкладывать силы? Время тратить Я уже говорил об этом, что Киров Очень оппозиционный регион И не случайно у нас Настолько тяжелая экономическая ситуация У населения Что население постоянно задумывается То ли и власти мы доверили Свои голоса Действительно ли Тем людям мы отдали свое предпочтение Поэтому Кировская область Всегда будет интересна Для оппозиционных политических сил И для Справедливой России Этот регион Всегда будет интересен Мы всегда показываем Очень высокий результат Высокий процент по Кирову По Кировской области Ну и в том числе Для оппозиционных Альтернативных кандидатов в президенты Этот регион, конечно, будет тоже интересен Ну что же 45 минут Нам пора с вами закругляться Я благодарю вас за ваше особое мнение Это был Алексей Кузьмин Политический деятель Депутат Городской Думы Пятого созыва Спасибо за эфир Спасибо, до свидания Меня зовут Юлия Афанасьева Всего доброго и до свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok